ну что за ночь вся эта красота у нас подсохла вообще там сохнет он очень быстро сегодня лакируем второй раз потолок и стены и завтра уже можно будет начинать заниматься полом красим второй раз кристина пришла мне сегодня помочь тоже чем второй раз мужа потолок готов потолок готов дважды теперь вот стены следующая вот эту да можно не до конца поменьше поменьше вот и назад и вот еще еще какой красивый птиц похож на снегиря знает кто-нибудь что за птица скажите очень похож на снегиря вот у нас здесь целое научное пособие около дачи и дятлы птенцов выкармливают вот такого я не знаю что за птица и голосок издает такой потолок стены готовы сегодня будем заниматься с вами окошками здесь работает полно с окнами и пол надо будет первый раз лакировать так будем окна чистить шкурить а потом пол все по очереди краска старая подходит достаточно сложно даже с феном говорят есть такое средство современное что им попшикаешь на утро придешь и краску так вот так вот шпателем снимешь какая-то брызгалка не знаю такой надо поспрашивать строительных магазинах что это за новшество такое потому что от этого фена конечно и пахнет эта краска на нагревается ну что в общем краску сняла где снималась затейпировала все окна тейпом с двух сторон ну теперь красим потом значит пол в такой последовательности сделаем краску какую краску я покупала я уже показывал специальная такая это новинка эта краска кисточку вот местным строительным брала сейчас будем уливать с вами окошки нам уливала еще одни все большую часть надо делать с улицы будет тут подоконники тоже с улицы там удобнее сесть но в общем и целом первый раз так наживленно сделан теперь пол никакого передоха нет сразу пол пока солнышко есть тепло нам все это налакировать в комнату боюсь заходить ногами потому что у них пристань какой-нибудь песок поэтому одела белые носки но относительно белые в этой тут стройке и сейчас надо будет пройтись руками носом или чем-то не знаю еще поискать вот перепады как бы небольшие есть у меня соседушка дала нам шлифовальный аппарат ручной и вот здесь по этим остреньким вот таким перепадом можно пройтись посмотрим что у меня получится никогда его в руках даже не держала сейчас посмотрим попробуем мы потом лакировать надо вот такой аппарат шлифовальный он ручной для таких мелких вещей для углов очень хорошо сейчас попробуем на какой-нибудь досточки его первый раз руках держу ну попробуем надеюсь живо останусь ничего вроде так пропылесосим и надо будет лак разводить первый слой идет грунтовым там разводится сейчас будем с вами читать как кисть у меня такая роскошнейшая кисть специальная для лака я вот 80 попросилась такой штуковина чтобы можно вешать набу на банку теперь будем разводить первый слой как грунтовый идет нас white spirit с нашим лаком пропорции посчитали оказалось что надо добавить банку 100 90 грамм миллилитров этого спайт спирита чем мы с вами сейчас и займемся сегодня интересно так к нам прилетел сюда в кормушке птиц такой но снегири все я даже в специальную группу птицы эстонии задала вопрос с фотографией и мне пишут что да это действительно снегирь что это птицы не перелетные и живут они в лесу а зимой просто подходит близко к человеку поэтому мы якобы зимой их видим потому что им кушать нечего то не к нам туда идут разбавили маслом лак хорошенечко размешать его и теперь будем теперь будем его грунтовать мне кажется пол уже будет полегче потому что красить и найду лакировать а то все время оконная краска или лак потолок стены все руку это голова задрана а здесь сейчас будет сейчас носом тут ласить лак у меня глянцевая максимально самым высоким показателем глянца стены и потолок люблю полный мат глубокий мат а пол чтоб сверкал как в вермитаже у каждого свои странности и пристрастие люблю чтобы с нас полы сверкали как зеркало и ничего с этим не сделать залить как она раз и крепится да вообще сам лака коснется не хочу мазать мазать лишний просто песни это праздник для меня как мама как мама говорит что это мы не на сладкое на десерт на десерт от лакировать полу это все просто это такой кайф у меня здесь свет не горит это дерево так играет снеги прилетел пышку тебе кисть работает конечно роскошно лак замечательный мама жалуется на то что пахнет мне так за радость никаких волосков он не оставляет ничего не делает этого кисточка просто высший уровень можно конечно было мастера попросить все это сделать и стены и потолок и пол я очень прошу не забирать у меня любимое дело поэтому я с огромным удовольствием все это сама вот половина не лакированная половина лакирована уже видно чуть-чуть блестит от грунтовала загрунтовал или как правильно договориться в общем пол сразу заиграл структурой все начинает сверкать красотища мы теперь будем ждать пока сохнет красиво скажите на чутском снова шторм стихия тут разошлась все трещит и гнется чувствуешь себя прямо таким-то беззащитным ой мама вот и нам с вами по башке дало веткой в глаз в камеру прямо вот так вот у нас тут ой ой какой урагана и озеро все шумит страшно ревет а мы ёжика встретили смотрите какой хорошенький бежит вот на этой даче живет ёжик успели увидеть ну давай подойдем вот он какой хорошенький поваленных деревьев здесь прям не вижу у нас но веток вот таких накидано много срывает с деревьев мощно конечно все это ох как красиво ох как красиво все замечательно это вот он Субтитры делал DimaTorzok 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 Ураган Субтитры делал DimaTorzok